Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2018 года среда, по одному из старинных 18 дней месяцев Юг и Стужа 7526 лета шестица. «Мир – основа мироустройства», сказительница Марина Макарова. И вот теперь долгожданный момент, когда мы можем уже так вот поговорить с глазу на глаз в присутствии тех, кто задавал вопросы, то есть присутствии наших радиослушателей и зрителей. Итак, первый вопрос по твою душу пришёл от Стеши А. «Скажите, как познать себя? Ведь в нашем мире всё не так однозначно, как найти своё Я. Спасибо за ответ». Наше Я – это проявление единого Духа. Поэтому ищи Дух, найдёшь себя. А техника – это вопрос многообразных подходов, я бы так сказала. Но принцип всегда один. Только успокоенный разум, только организованное сознание и высокая воля даёт возможность пройти к Духу. У нас будет одна из бесед о составе человеческой сущности, о том, какие элементы управляют собственно сущностью человеческой и как, скажем так, какие наиболее быстрые способы организовать процесс вот этого прохода. Этому будет посвящён прямо отдельный эфир. Но я могу сказать, что так вот предварительно, что человек – система сложная и сложенная из нескольких составляющих. И вот эти все составляющие, они как раз в комплексном подходе дают чёткий алгоритм, как из физического тела пройти к своему внутреннему Духу, к своему Высшему Я, можно сказать. Хорошо. Давай посмотрим ещё вопросы. Кстати, вопросы больше не принимаем, потому что первая часть, у нас достаточно много вопросов уже собрали, чтобы эфир не затягивать. Но если уж совсем такой по теме, совсем-совсем красивый вопрос придёт, мы, естественно, его возьмём. Далее. Кристина Прокопова. Реплика в эфир. Доброго здравия, Алексею, прекрасной сказительницы. Долгое время думала над словом «тьма». Пыталась разобрать этимологию данного слова. «Тя» или «те». «Ять» – «получить», «тверь» и так далее. «Ма» – это «матерь», получается, «та, которая породила или дала тверди». Заранее благодарю. Ну, в общем, я примерно о чём-то таком и говорила. То есть, когда род структурирует вот этот исходный вар, исходный потенциал или тьму, происходит уплотнение. То есть, мы же в мире неоднородном живём. Я бы даже сказала, что все миры наши похожи на многоэтажку. Но у каждого этажа есть своя плотность. И вот этапы творения, они, вероятнее всего, и проходят через определённые фазы уплотнения. Если говорить о таком визуальном образе того, что происходит при творении, можно нарисовать достаточно простую фигуру. То есть, это круг, в котором есть вертикальная и горизонтальная черта. Наверняка большинство вот эту фигуру видели. Так вот, если расшифровывать её… Кстати, во многих системах астрологических эта фигура обозначает Землю. Так вот, если расшифровывать её, круг – это и есть тьма, безначалье, которая находится в покое и вечности. Вертикальная черта – это как раз действие рода. И действие состоит в чём? Верхняя точка – это состояние Духа, а нижняя точка – это состояние плотности или Земли. То есть, наверху у нас воздух, под ногами – Земля. Мы это всегда видим перед своими глазами, когда на улицу выходим, у нас над головой воздух, небо, под ногами – Земля. Вот всё подобно, что наверху, то и внизу. Соответственно, мир так и устроен, что наверху в изначале бесплотность, которая постепенно на каждом этаже мироздания уплотняется всё больше и больше, вплоть до состояния абсолютной плотности или мрака. И горизонтальная черта – это тот инструмент, которым движется мир. Это состояние природы, которое в базе своей имеет управляющие элементы огонь и воду. Таким образом, вот эта фигура символизирует одновременно и всемирие, и его принципы. Вертикальная ось – ось духа, ось рода, горизонтальная ось – ось природы. И образы эти абсолютно чётко совпадают с тем, что я описала. То есть род – это основная ось, основной ствол, который держит всемирие, который проявляет кон, правила, берега, который является формообразующим элементом, который проявляет вот эту категорию плотности. А природа обеспечивает движение. То есть когда вода соединяется с огнём, что получается? Пар. Пар у нас всегда отвечает за движение. Природа. Вот мне нравится этот образ, как пластинка, или как сварга, можно сказать. Движение её бесконечно. И это движение, собственно, и обеспечивает проявление живы, проявление жизни. Я ответила на вопрос? Так это не меня надо спрашивать, а того, кто вопрос задавал. Я только его зачитываю. Ну, я надеюсь, что у нас люди достаточно высокого уровня осознанности и понимания, поэтому твои слова вполне достаточно убедительны и доходчиво изложены. Ну что ж, идём дальше. Алексей Романов, раз уж про род говорили, вот он вопрос про род и задаёт. А какого рода род, извините, пропустил начало, может быть, и говорили? А если тьма – мать, то род – отец. Так, дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Не кажется ли вам, что человек слишком упрощает такие понятия, как тьма – мать или свет – отец? Но, по сути, это неправильно. Земля – это не мать. Её просто сравнивают с матерью, чтобы было удобнее. Ну, я не говорила о земле. Я говорила о тьме и свете, об исходном потенциале и о том принципе, который этот потенциал организовывает. То есть я говорю сейчас более отвлечёнными какими-то категориями, нежели то, о чём я говорила в начале. То есть стандартная схема описания мира – это некое существо с белой бородой, которое волшебным образом проявляет как раз небо, землю, животину всякую и всё прочее. Я в начале нашей беседы как раз-таки сакцентировала внимание на том, что это фрагмент творения. Это уже какой-то второй, третий, пятый, не знаю, уровень, когда проявляется уже наивысшая плотность Земля. А мы с вами говорили о первопринципе, о первоправилах, которые будут проявляться на всех этажах нашей многоэтажки мироздания. Поэтому, наверное, не очень правомерно тут говорить о Земле. Если говорить об упрощении, то да, для лучшего понимания мы используем некие образы, некие аналоги, которые для нашего восприятия наиболее понятны. Я то же самое могу изложить в системе, допустим, хаос, логос, космос. Так будет понятнее? Надо спросить. Горловое пение. Понятнее так будет? Ну то есть, это вопрос терминологии, но за терминологией стоят понятия. Мы с вами на славянском радио, поэтому я излагаю текст теми понятиями, которые, наверное, нам ближе. Вот давай вот так вот и будем, а то там сейчас опять латынь пойдёт. Да-да-да-да. Именно так. Я могу как бы перейти в тот. Не надо. Но мне кажется, более уместным всё-таки наш родной. Да. Вот давай на этом уснуемся. Более уместным наш родной. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как принять поддержку рода? Ведь очень часто человек, живя в низких частотах, не может понять и различить эту помощь. Благодарю. Ну тут вопрос, наверное, подразумевает род не свет творящий, а род как свою родовую линию своих предков. Я так понимаю этот вопрос. В любом случае, если нужно что-то принять, для человека наиболее важный вопрос это позволить себе это сделать. Основная проблема у большинства людей это непозволение. К сожалению, наша система воспитания и те условия, в которых мы живём, для большинства людей одним или иным каким-то другим образом перекрывает вот эту очень важную функцию. То есть люди не позволяют себе жить, люди не позволяют себе принимать блага мира. Люди сами себе перекрывают вот этот источник жизни, источник движения, источник вообще всего. Поэтому в любом случае это внутренняя работа, это работа со своим сознанием, и это именно волевое решение самого человека — позволить себе быть, позволить себе принять. В общем, проблема в том, что многие хотят этого, но не принимают только из-за того, что хотеть-то хотят, а вот принять почему-то не могут. Вот эта вот хотелка, она получается условная, заявляется о желании, но это желание не пропускается разумом. Разрешения нет. То есть желание проявляется душой, а вторая составляющая человеческой сути — это разум. И вот душа входит в противоречие с разумом. Когда есть рассогласование их, не может произойти поток, процесс не будет запущен, должно быть полное совпадение душевного движения, вот этого желания и разрешения разума. А это внутренняя работа человека. Ну, в общем, да. Идём дальше. Горловое пение дополняет тот вопрос, который был до этого. Так же, как Солнце не Отец. И Солнце, и Земля — это полноценные гармоничные структуры. Так же, как в любом мужчине и женщине есть и мужская, и женская составляющая. Безусловно. Ещё раз уточняю, что я говорила о первопринципах, которые несут способность к фрактальному повтору. То есть то, что в большом, то и в малом. То, что наверху, то и внизу. Соответственно, какой бы аспект жизни мы ни взяли, мы везде найдём проявление вот этих элементов. И это как раз подтверждает то, что мы с вами сейчас говорили о первосути, о первоконе, о том самом изначальном состоянии, которое дальше будет тиражироваться на всех уровнях. Так, идём дальше. Вопрос эфир от Данила. Здравия ведущему исказительнице. Марина, на какие источники опираешься, в кавычках «источники» опираешься, в поисках ответов на свой вопрос, о том, что было в начале «начал»? Вот, благодарю за ответ. Да, в начале «начал», не «начал», в начале «начал». Ну, я думаю, перечислять какие-то литературные источники смысла не имеет. Этой темой занимались точно большое количество исследователей, мудрецов во все времена и народы. Можно сказать, что это в определённые периоды жизни человечества были закрытые знания, к которым людей не подпускали. Но на сегодняшний день возможности людей очень сильно расширились. И мы, помимо твёрдых источников, имеем ещё возможность сверки своих размышлений, ну, скажем так, с первоисточниками. Поэтому я могу сказать, что то, что мы будем излагать в нашем цикле занятий, сверено с достаточно высоким уровнем истока информации. Хорошо. Прямо интригуешь. Интригуешь не по-детски вообще. Ладно. Далее. Анна Амаха. Вопрос эфир. По поводу равновесной компенсации. Заметила. Отдаю, а возвращаются намного больше. Разве это равновесно? Или я неправильно понимаю слово «равновесно»? Или отдача зависит от энергетики? Отдача зависит от состояния присутствия в потоке. Это вот та река, о которой я рассказывала. Если двигаешься против течения, то отдавая, обратно получишь меньше. Снесёт просто течение. А когда ты в потоке, когда ты двигаешься в верном направлении, которое совпадает с направлением идеи Творца, и ты помогаешь этому потоку, то, конечно, отдавая что-то, ты получишь существенно больше. Тебе добавят сил для того, чтобы ты помогал общему движению. А давай вот тут немножечко развернём темку. Я встречал людей, которые очень много отдают в жизни. Ну, прям видно, аж пыхтят, как им всё выдают, как паровозы выдают, выдают. А к ним в ответ очень мало возвращается. Ну, добро, естественно, выдают. А есть те, которые… Ну, так, отдал чуть-чуть, к нему обратно такой вал идёт. Опять чуть-чуть отбросил, опять вал. Не в тех местах выдают, не тем выдают. Или, может быть, по карме пролетает? Я не сторонник идеи кармических компенсаций. Это вот один момент. Ещё раз говорю, когда деятельность человека совпадает с общей концепцией либо природы, либо рода, то возврат будет с увеличением. Дело в том, что наше предположение о том, что мы причиняем добро, оно не всегда совпадает с концепцией мироустройства. Мы считаем, что мы делаем нечто верное, правильное и доброе, но в общей концепции это может выглядеть несколько иначе. Ну, то есть, скажем так, каждый получает, исходя из того посыла и той выдачи, которая у него есть на самом деле, а не которая ему кажется. Один из эфиров у нас будет посвящён правде. Вот я бы сказала сейчас такую вещь, тоже, может, скажешь, интригующую. Есть такое расхожее мнение. У каждого своя правда. И, собственно, добром занимается каждый из пониманий вот этой самой правды. Но могу уверенно сказать, что правда одна. А когда идёт вот это расслоение на множество правд, речь идёт о том, что каждый человек за счёт своего замутнения просто искажает исходную правду. Так вот, представления каждого человека о добре, о правде, о справедливости, о честности и о других каких-то достоинствах и благих делах, они соответствуют степени его замутнения, степени его вот этого искажения изначальной правды. И задача каждого человека максимально совпасть с правдой, приблизиться к ней. Собственно, наверное, вот этот показатель увеличенного возврата можно считать степенью приближения к правде. Хорошо. Так, давай посмотрим следующий вопрос от Алексея Романова. А может так быть, что главный кон мироздания не кон движения, как было сказано, а кон любви? Любви будет посвящён отдельный разговор, но называть его изначальным коном я бы не стала. Понятие на сегодняшний день довольно сильно замыленное, но при этом непрояснённое, что это такое, как это проявляется и как это работает. Всё-таки в нашем понимании вот те принципы, которые озвучены, они являются базовыми, а любовь там в них зашита. Понятно. Ты уж так начала отвечать, я думаю, но сейчас скажут, я не придерживаюсь теории любви. Поэтому я так насторожился я так. Вот чего же. Очень хорошая теория. Анна Амаха, вопрос в эфир. Что есть род в вашем понимании? О каком роде идёт речь? Всеобщий или частный? Или ещё какой-то? Спасибо. В том, что я излагала, я развернула несколько ракурсов, кто он такой и есть. Род — это свет творящий, это принцип. это то, что структурирует изначальное состояние без структурного вот этого потенциала. Поэтому как-то его ещё по-другому классифицировать я не вижу возможности. Первый принцип. То, что было в начале. то, что задаёт правила действия. И я могу повторить ещё раз его составляющие. Что, собственно, род являет? Его составляющие — это три части. Это Дух Единый, который несёт свет жизни и чистое сознание. Это огонь жизни, живо. и это мысль, слово творящие. Вот это его три составляющие. Каждую из этих составляющих можно тоже разворачивать. То есть род, всеобъемлище, у него очень много чего находится. Но если мы всё-таки идём к вершине горы, то мы пытаемся сфокусироваться на каких-то уже ключевых параметрах, я бы сказала. Так вот, ключевыми параметрами являются вот эти три. Дух Единый, несущий свет жизни и чистое сознание. Огонь живый, как живо три единое. И мысль, слово творящая, кон изначальный. Это всё проявление рода. И снова с нами горловое пение. По поводу принципа «отдаёшь, значит, получишь». Дедушки в 1941 году много отдали, а сейчас они чего получили? Люди в СССР много отдали, и чего они получили? Вы даёте желаемое за действительное? Я бы не рассматривала так вопрос. Принцип ожидания практически никогда не оправдывается. Возвращается не всегда то, что ждёшь. Поэтому не надо всемирью навязывать свою программу. Когда ты творишь добро, ты творишь его не потому, что тебе должно вернуться старицей, а потому, что ты просто его делаешь, потому, что это общий поток. Откуда вы знаете, что получили дедушки? И собственно, кто может сказать, что тот процесс, который сейчас происходит на нашем пространстве, это абсолютно негативный процесс. Такой ответ на вопрос, да, в виде вопроса. А кто вам это сказал? А с чего вы решили? Ну, я уже проговорила, что у каждого есть своя степень искажения восприятия. То есть можно смотреть на мир с точки зрения приятия, можно смотреть на мир с точки зрения неприятия. И выводы в каждом из случаев будут разные. Согласен, согласен. Поэтому что кто положил и что в ответ получил, в каждом конкретном случае как минимум две ракурсные точки может иметь. А говоришь кармической теории, не придерживаешься. Здесь очень конкретно точно совпадает с тем, что в теории кармы что дал, то есть. Хорошо, по карме поговорим отдельно. Вот только, понимаешь, есть карма такая через перевоплощение, да, есть карма текущая быстрого ответа в этой жизни. Да, хорошо, не поверим. Поговорим, да. Будет время, поговорим. Владимир, вопрос. Род простит моего сына за то, что я позволил тёще его окрестить в младенчестве. О, какие вопросы пошли. Ну, когда род дед с бородой, то, наверное, он ответственен за прощение. Наши действия по присоединению себя к той или иной системе правил, под системой правил я имею в виду определённые религии. Ну, да, это выбор каждого человека. Причём этот выбор с течением жизни может и поменяться. Всё течёт, всё меняется. Я же сказала, что жизнь — это движение и развитие. И тот процесс, который происходит с человеком в течение жизни, именно он и интересен. Именно он даёт возможность человеку приобрести какие-то новые качества, определённые опыты, сделать из этих опытов какие-то выводы. И право на ошибку есть у каждого человека. Это его священное право, можно сказать. Да, мы все ошибаемся. И на этих ошибках мы делаем определённые выводы. И вот в зависимости от того, какой вывод ты сделал из своей ошибки, дальше выстраивается твоя линия жизни. Тут вопрос, да, причины, следствий. Называйте это кармой и как угодно. Но все наши действия приводят к определённому выбору. И суть как раз в этом выборе. Ну да, в какой-то момент ты что-то сделал. Что дальше произошло? То есть каждый наш шаг это перемещение вектора между этими тремя принципами. принцип Великой Ма, принцип Рода и принцип Природы. Попробуйте увидеть в своих действиях, какому принципу вы следовали, и вы поймёте, собственно, что вы сделали, какой из принципов вы поддержали. Разрушение, созидание или совершенствование мира. Других нету принципов. Как у тебя всё просто взяла и все остальные принципы просто раз так и перечеркнула и отмела. Ну потому что они так или иначе выводят к этим трём. Понятно. То есть главенствующие основные принципы, остальные все вторичные, третичные и так далее. Да, 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 это уже построение этажерка. Хорошо. Горловое пение. Есть теория, что физический мир нужен как раз не для мира, а для войны. Война развивает и мобилизирует все ресурсы, которые вы не разовьёте в мирное время. То есть физический мир нужен для того, чтобы воевать и развивать те ресурсы, которые в мирное время невозможно приобрести, получить. Ну, есть такая версия, что если нашу тушку постоянно не пинать, она залёживается. А, как я озвучила, суть жизни в движении. Так вот, чтобы тушки двигались, им постоянно создают некомфортные условия. Ну, как версия существования почему нет вполне оправданных? Не-не, подожди, подожди. То, что тушку, когда мы дрессируем, то есть какие-то неприятности, мы дрессируем саму тушку, которая сама материально находится в материальном мире. То есть вот неудобно человеку быть дохленьким, слабеньким, он там ведро воды поднять не может, да? И он начинает тренироваться, он тренирует физическое тело своё в материальном мире. И через какое-то время его физическое тело становится здоровее, он это ведро сможет приподнимать на себя, выливать, там люка-то перенести. Но здесь разговор немножко другой. Физический мир нужен не для мира, а для войны, чтобы мобилизовать те ресурсы, которые вы не зарастите в мирное время. Вопрос, какие ресурсы в физическом мире мы можем мобилизовать, если других миров, ну, физических, нам не нужно никаких, потому что все они созданы только для войны. Вот это я немножечко не понимаю. Может быть, ты поняла этот вопрос как-то по-своему, может быть, я его не понял. Ну, я не услышала про все миры, созданные для войны, что-то это… Нет-нет-нет, вот смотри, физический мир, вот если мы говорим физический, принцип всех миров физических, всех физических миров одинаковый, это где есть физическое проявление, физические тела, так или иначе, они могут по-разному выглядеть, но физические тела есть. Плотные миры, скажем так. Физика – это иностранное слово, мы можем говорить материя, слово мать, матица, мы можем говорить телеса, там и так далее, но суть не в этом, суть в том, что вот если мы говорим физический мир, это означает, что по принципу подобия таких миров может быть бесконечное множество, и раз физический мир создан для войны, чтобы мобилизовать ресурсы, вопрос, какие ресурсы? В физическом мире или не в физическом, который вы не разовьёте в мирное время? Тогда вопрос, а мирное время, оно где? Не в физическом мире? Вот тут как-то слишком очень интересно всё завёрнуто. Ну, я думаю, это всё-таки какое-то крайнее описание, потому что нету однозначности. И я вот… всё, что я говорила, сводится к тому, что в любом проявлении, на любом этаже проявляются три силы. Три. Поэтому однозначное состояние только агрессии и только вот этого разрушения, а война — это разрушение, не может быть. То есть, ещё раз, функция тьмы — разрушение, функция света — созидание и функция природы — совершенствование. Если будет только тьма, то род где и природа где? Не может этого быть. Мы как раз говорим о том, что они взаимно увязаны. Вот эта триада, она проявляется во всём равномерно. Принцип равновесия соблюдается. То есть, если есть проявление агрессии, разрушения тьмы, то обязательно в качестве компенсации проявится и созидание, и совершенствование. Физический, как здесь написано, мир, то есть материальный мир, он так устроен, что здесь постоянно что-то с чем-то смешивается, что-то поглощает, отдаёт, перерабатывает, переделывает. Принцип изменения, да. Да, постоянно. Но это не означает, что человек сам должен быть постоянно в войне. В нём эти процессы постоянно происходят. Какие-то химические реакции. Ну, подождите, ну о чём мы говорим? О какой постоянной войне? Если бы на… Ну вот просто даже у нас на Земле, да, происходила бы постоянная война, то, извините, что бы мы кушали? Где бы мы жили? Чем бы мы занимались? Кроме как войной. Но тем не менее, у нас есть искусство, у нас есть культура, у нас есть очень высокие какие-то проявленные идеалы. А когда этим всем занимались? В момент войны этим не занимаются. Ну да, я просто хотел закончить. Если в человеке внутри что-то постоянно перерабатывается, та же самая пища перерабатывается, идёт взаимодействие с бактериями, полезными, неполезными, противоборство, защита, это ещё не говорит о том, что сам человек постоянно должен воевать. Можно, конечно, опуститься до уровня вояки, который воюет всегда со всеми. Вот абсолютно. Ну что, таких людей не встречалось, что ли? Вот он всегда со всеми воюет. Ну, в противостоянии, да. Да, вот слово «сказали» ему не так. Он идёт, доказывает. Кто-то жест показал, он взамен тебе 10 жестов покажет. Ну и так далее. То есть вплоть до мордобития дело доходит. Причём это всё распространяется не только на физике, это распространяется и в разных учениях, на разных уровнях. Например, кто-то воюет мысленно. Я бы сказала, что это проявление определённой живы. Вот я сказала, что жива – она триединая. То есть в ней есть состояние плотности, мрака. В ней есть состояние огня, беспокойства. А есть состояние текучести, спокойствия. Так вот как раз люди, которые в зоне мрака, вот у них неприятие мира и постоянное… Ну что такое состояние плотности? Это сопротивление. Он как камень всё время. Он всё время биться хочет. Ну вот я про это хотел тебе подвести в конце. Ты всё не даёшь мне закончить фразу вообще. Ещё не извини, пожалуйста. Прошу прощения. И что получается? То есть можно, конечно же, опускаться в это состояние мрака и постоянно со всеми воевать. А можно сделать такие условия жизни, что воевать не надо будет. То есть достигнуть такого уровня самосовершенствования, что ты будешь управлять какими-то процессами, созерцать, взращивать себе что-то другое, потому что ты уже этап войны прошёл. Ты уже взращивание прошёл. Ведь ребёнок, когда растёт, он намного больше поглощает. Он и впитывает намного больше, и трансформирует намного больше. Его тело постоянно растёт, оно занимает в пространстве своё место и так далее. То есть ребёнок больше воюет. Но ведь наступает как и на физическом уровне, так и на духовном, и на мыслительном этап, когда необходимо стать мудрым, когда необходимо достичь уровня старца или старицы, не дряхлости, а старицы. Но это мудрость, да, старость, то есть суперстар, стать суперстаром. То в этом случае тогда просто тебе воевать уже смысла нет. Ты начинаешь вне этого находиться, и ты помогаешь другим пройти через войну, прежде всего внутреннюю, с этим миром, и стать здравомыслящим человеком, с миром мудрым. Не смиренно мудрым с точки зрения каких-то религий, а смиренно мудрым с точки зрения, с миром мудрым, мудрым в миру. И тогда ты уже можешь создавать свои миры, свои вселенные, ответственно к ним подходить, и тогда ты переходишь на уровень уже богов. Но прошу прощения, чтобы до бога дойти, надо уровень азы ещё пройти. У нас многие до человека ещё не всегда дотягивают, да? Но это отдельная, ладно, история. В любом случае, давай ещё, если есть желание поотвечать, давай ещё тебе почитаю вопрос. Хочешь? Давай, давай. Так, хотя мы уже прекратили, но некоторые реплики интересные вопросы я всё равно выдернул. Олег пишет. «Если позволите, возможно, исправить ошибки рода, то есть отработать их, возможно или невозможно при этой жизни, скорее всего?» Мы немножко о другом роде говорили. Как бы вот вопросы всё время с подменой понятия. Мы говорим о первопринципах, а вопросы о уже текущем материальном проявлении. Но тем не менее, что значит ошибки рода? Как это трактовать? Трактуй так, что вот не тот род, о котором ты говоришь, а род горизонтальный, земной. Ну да, я это понимаю. Я сейчас как бы пытаюсь развернуть. А, мысли вслух, понял, давай. Всё-таки мы приходим к вопросу кармы. Придётся немножко изложить свою позицию. Мне представляется эта тема немножко демонизирована на сегодняшний день. когда мы оцениваем свой багаж, с которым мы приходим в эту жизнь, как негативный, у нас происходит вот этот пригруз лишней тяжестью. И мы теряем базу, мы теряем основу под ногами. Дело в том, что все действия рода, которые были до тебя, это же тоже опыт. И вопрос в том, как к этому опыту относились предки, и как к этому опыту будешь относиться ты. что бы ни происходило на любых этапах воплощения рода. Все эти моменты идут исключительно для развития человека воплощённого. И любые события, я считаю, надо рассматривать как собственную базу, как собственный тыл. не относиться к ним как к негативным. Но если ты чувствуешь какой-то груз, просто нужно ракурсную точку поменять. И всё. Всё очень просто. Посмотри на жизнь по-другому, посмотри на проблему с другой стороны, увидеть в ней светлую сторону. То есть ещё раз, есть три функции, которые воплощаются в каждом действии. разрушение, созидание и совершенствование. И если ты видишь только одну сторону какую-то, значит, как минимум две у тебя выпало из внимания. Почему? Прямо так хочется сказать. Посмотрите на мир глазами ребёнка. Конечно. Увидите полноту его и совершенство. Так, ладненько. Ещё вопрос тогда премиальный. Алексей Романов. Если род и есть Всевышний, если он с большой буквы, есть всё многообразие в одном единстве, и всё из рода вышло, то как его мужскую основу можно отделять от женской? Вот тебе раз. Вот как раз этого я и не говорила. Откуда это? Откуда выдран контекст? Я описывала как раз-таки творящую пару Мать Тьму и Отца Света. И вот у этой пары, собственно, результат их совместного творения природа, всемирие, мироздание. По-моему, я достаточно чётко изложила как раз-таки концепт полноты. Ну что ж, да, в заключении ещё один вопрос от Алексея Романова. Вернее так, реплика в эфир. Ну не знаю, поддержишь ты, не поддержишь её? Одна из главных задач славяна-русов-арьев — выйти, прийти, вернее, прийти к единой системе терминологии, вот иностранные слова, да, терминологии основанных жизненных понятий, вернее, основных жизненных понятий. А то так и будем. Род, рожану, рожанич и так далее. Каждый по-своему трактовать. Никакого единства в многообразии. Абсолютно согласна. Терминологический словарь на сегодняшний день это самый больной вопрос. Поэтому, наверное, выход из этой ситуации, в моём понимании, переходить на образы, переходить на сутевые какие-то моменты и слушать не просто слова, не просто вот эти термины и формулировки, а пытаться заглянуть глубже. А что там под ними? О чём, собственно говоря, говорит человек, излагающий какую-то мысль? Ловить мысль, а не термины. И тогда есть шанс найти общий язык. Это ты прямо на всех призываешь на телепатический уровень переходить. Ну, не телепатический, но чувствование нужно развивать. И мне кажется, вот всё, что сейчас происходит вокруг нас, оно к тому ведёт всех. То есть не просто так говорят о том, что сейчас вибрационные какие-то составляющие изменились, да, что мир через какие-то трансформации проходит. А, собственно, какие трансформации? Что значит изменилась вибрационная составляющая? Если раньше мы были в более плотном состоянии и были закрыты и бесчувственны, то сейчас естественным образом всеобщее состояние меняется. То есть так или иначе мы начинаем лучше чувствовать, мы начинаем лучше контактировать, взаимодействовать. То есть я в этом плане смотрю вполне позитивно на все эти процессы. Потихонечку мы придём к общему знаменателю. Потихонечку выровняется вся эта терминология. Нужно просто оперировать какими-то базовыми понятиями. Именно понятиями, а не терминами. Ну что же, пожалуйста, подводи итог и желай что-то доброе, счастливое нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, в качестве итога я бы хотела ещё раз всё-таки пройтись по тому, что я сегодня озвучила, чтобы оно как-то зафиксировалось. Потому что, судя по вопросам, я так поняла, что материал не очень просто воспринят. То есть всё-таки я призываю смотреть на мир более расширенно, видеть в нём какие-то базовые элементы, не сужать свою точку зрения и восприятия мира до каких-то локальных элементов. Смотреть шире, видеть в нём тот исток, из которого, собственно, мир рождён. И понимать, что все эти элементы, они просты и понимаемы. То есть в какой-то момент нам вполне, ну, я допускаю, ввели всё-таки какой-то вирус восприятия, объяснив, что всё очень сложно, что всё очень так вот непостижимо, всё как-то вот так завёрнуто, заморочено, что лучше туда не лезть. На мой взгляд, всё должно быть просто и понятно. Иначе оно не было бы гениальным творением и не существовало бы такой грандиозный промежуток времени и вот в таком совершенстве. То есть мир как триединое взаимодействие, взаимодействие, когда сила взаимодействует с сознанием и рождает жизнь. Во-первых, это очень красивая формула, во-вторых, это очень чёткий, ясный образ. И когда придерживаешься вот такой концепции, что да, мир вот такой, дальше своё отношение к миру гораздо легче и проще выстраивать. Все остальные категории укладываются в эту схему легко, свободно. И вопросы, которые вот здесь звучали, кармы, любви, агрессии или ещё чего-то, они становятся ясны и понятны как некий функциональный элемент системы. Понятно, почему это происходит, к чему это относится и чем это компенсируется. Поэтому я призываю смотреть на мир, как говорил Прудков, взри в корень. Давайте посмотрим вот в это изначальное состояние с практической точки зрения. Это простые истины, которые помогают нам ориентироваться в жизни. Давайте их как-то применять, пользоваться этим и улучшать свою жизнь, упрощать её. Она на сегодняшний день так усложнена, что, по-моему, дальше уже некуда. Давайте жить легко, светло и стараться всеми своими действиями всё-таки реализовывать основной принцип жизни, проявлять свет, способствовать приумножению мудрости и приумножению лады в жизни. Хорошо. Я тоже с тобой согласен в данном случае полностью. Дело в том, что мир очень мудрый, очень мудрая программа в нём заложена, и очень мудро он создан, видимо, теми, кто намного мудрее нас. Видимо, да. Да, а мудрость, она всегда заключается в том, что очень легко доносится. Эта глупость можно там крутить, вертеть с разных сторон, усложнять её и так далее. Но глупые люди глупости развивают и пытаются всем доказать свою умность. А мудрость, она не требует этого ничего. Она мудрая, в том она проста, в понимании. Поэтому для того, чтобы стать мудрее, необходимо просто-напросто научиться понимать, ведать этот мир. Вот как раз уроки мудрости, они и посвящены тому, чтобы разбираться с простыми истинами, для того, чтобы становиться мудрее. Мир — основа мироустройства. Это первый наш эфир из уроков мудрости с исказительницей Мариной Макаровой. Низкий поклон тебе, Марин, за то, что пришла и рассказала о своих мыслях, которые у тебя проявлялись. И вот таким образом они и заложены были. И низкий поклон всем нашим радиослушателям, зрителям, кто был у нас на эфире, кто поддерживал вопросами и репликами. Так держать, друзья мои, и вместе мы, наверное, всё-таки разберёмся с этой простой истинной, называемой жизнью. Давайте ведать, давайте станем мудрее. Благодарю, Алексей, за добрые слова. Я только хотела уточнить один момент, что уроки мудрости будут не только со мной. Но ты опять всю интригу ломаешь. Я интригую ещё больше. Хорошо. Давай тогда заинтригуем. Не будем называть с кем, но не только с Мариной. Там ещё будут персонажи появляться. Один вам хорошо известный, которого вы спрашивали уже неоднократно. На сей день я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное Славянское радио. Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.